Девушки отдыхают Картодрома Сарноа – гора с двумя вершинами. Гора называется Везувий. Тот самый, что 2000 лет назад похоронил под собой несколько итальянских городов, включая знаменитые Помпеи. Вулкан, между прочим, действующий. Его очередного извержения ждут с напряжением и тревогой. Но пока Везувий спит, а у его подножья бушуют вулканы гоночных страстей. Что поделаешь, в Италии скорость любят не меньше, чем у нас. Я вожу машины, карт, мотоциклы. Шучу, шучу. В прошлом году мне довелось участвовать в любительской гонке по картингу со своими друзьями. И это было здорово. Сегодня я присутствую на профессиональной гонке. Да, на этих соревнованиях непрофессионалов нет. Картодром в Сарно принимает пятый этап серии WSK, где понемногу набирают силу гонщики из России. Мы уже рассказывали о том, что на предыдущих этапах Сергей Сироткин и Максим Зимин заработали первые российские очки в классе КФ3. Сергей финишировал тринадцатым в одном из заездов во французском Анжервиле. А Максим дважды был восьмым в финалах в итальянском Ланатон. Теперь надо двигаться дальше, к подиумам и победам. И в решении этой задачи принимают участие также Эдвард Фарленков и Даниил Кверд. На тренировках вся наша четверка отметилась неплохими секундами, но главное начинается в квалификации. За 15 минут нужно показать результат, от которого зависит весь дальнейший ход гоночного уикенда. Трасса нашим ребятам пришлась по душе. Ну, во-первых, она очень длинная, это уже само по себе очень интересно. Также там очень хорошая конфигурация и хороший асфальт. В квалификации Сергей Сироткин снова на высоте. В своей группе он второй, уступил только лидеру Сирии французу Брандону Майзано. А в общем зачете у Сергея четвертое время. Гонщики, занявшие первые пять мест в квалификационном протоколе, возглавляют стартовую решетку в своих подгруппах, так что Сироткин все хиты будет начинать с первой позиции. У остальных дела чуть похуже. У Квята и Зимина в отборах шестой стартовый ряд, у Фроленкова седьмой. Места в середине пелетона оставляют шанс побороться за хорошую позицию на старте финальных заездов. Вот только риск столкновения в толпе довольно высок. Соперники в WSK, как говорится, не из пионерской зорьки, и борьба здесь идет жестокая. Максим Зимин, номер 187, первым из наших выходит на трассу и к финишу отыгрывает несколько позиций, показав в заезде лучшее время круга. Девятое место — это девять очков. Чем их меньше, тем выше место на старте первого из двух финалов. В следующем отборе россиян сразу трое, и Сергей Сироткин сполна использует выгоды старта из первого ряда. Ему удается обыграть одного из лидеров серии, Брандона Майзано, но другой, Ник Деврис, оказывается проворнее и финиширует первым. Два очка — отличный старт для Сергея Сироткина. Квят в этом заезде — десятый, Фроленков — одиннадцатый. Еще один отбор с участием тройки российских гонщиков приносит Сироткину победу. Неплохо выступили и напарники по команде Маранелла — Эдвард Фроленков и Максим Зимин. Максим финиширует седьмым, переиграв по ходу гонки Карлоса Сайнца-младшего, и Эдвард поднялся еще выше — пятое место. Когда прорываешься в отбор, за одиннадцатым местом надо на первых кругах трех обойти побольше, чтобы потом уже все рассасываются, и ты уже едешь поле-менее спокойно. Следующий заезд принес разочарование Даниилу Квяту. Стартовав в двенадцатом, он пересек линию финиша лишь на восемнадцатой позиции. Еще и предупреждение заработал по дороге, пободавшись с одним из финских гонщиков. Зато Сироткин продолжает серию блестящих результатов, заняв в последнем из субботних хитов третье место. А вот Эдварду Фроленкову не удается выбраться из толпы, и он финиширует лишь пятнадцатым. Последние отборочные заезды проходят в воскресенье утром. На разминке Максим Зимин показывает неплохое время, но в гонке застревает в группе соперников и заканчивает ее тринадцатым. Двадцать девять очков после трех из четырех заездов оставляют Максиму неплохие шансы на выход в финал. Наконец-то прибавил Даниил Квят в седьмое место. Его лучший результат в отборочных заездах. Правда, очков Даниил насобирал многовато — целых тридцать пять, и теперь все будет зависеть от результатов его последнего хита. Тем временем на трассу уходит Сергей Сироткин. Начав международную карьеру в картинге, он успел преподнести сюрприз. Свои первые очки в серии WSK Сергей заработал уже на втором этапе, проходившем во французском Анджер-Вилли. Это был его первый старт в составе команды Йокима Варда. Думаю, сработал комплекс причин — и новая команда, и новая машина. На мой взгляд, для него это был новый старт. В общем, главное заключается в том, что он просто сменил обстановку. Опытнейший Йоким Вард нисколько не кахитничает, делая упор не на работу команды, а на психологическое состояние гонщика. Под флагом его команды гонялись и добивались успехов на картинговых трассах Хекки Ковалайнен, Марко Асмер и несколько российских гонщиков, первым из которых был Михаил Алешин. И вот новая звезда. Как иначе оценить успехи Сергея Сироткина, который завершает отборы еще одной победой и завоевывает полпозицию на старте первого финального заезда. Блестящее достижение, первый для россиян на столь высоком уровне. В финал вместе с Сергеем пробились Даниил Квят и впервые Эдвард Фроленков. А вот Максиму Зимину не повезло. В своем последнем отборе он попал в завал, получил сразу 25 очков и теперь будет вынужден попытать счастье в заезде второго шанса. Или, как у нас говорят, в утяжке. Но это был явно не его день. Стартовав с третьей позиции, на втором круге Максим вышел в лидеры, а затем начал терять одну позицию за другой. Максим заметно уступает соперникам в скорости и пересекает линию финиша только восьмым. Впервые в этом сезоне он не попадает в финальную гонку серии WSK. В паддоках международных картинговых соревнований можно встретить немало известных персон. Вот одна из них. Клаудио Каниджа, знаменитый форвард аргентинской сборной времен Диего Марадоне, автор полутора тысячного гола, забитого в финале чемпионата мира по футболу. Что привело вас к подножию Везувия, синьор Каниджа? Я здесь, потому что мой сын гоняется в картинге, я езжу вместе с ним. А вам самому нравятся гонки? Я люблю гонки, но я больше люблю их смотреть, чем гоняться. Значит, вы наверняка принадлежите к числу поклонников Формулы 1? Да, знаете, Формулу 1 я люблю, но я люблю Формулу 1 восьмидесятых, ту, что была 20 лет назад. Я люблю ее больше, чем нынешнюю. Сейчас слишком много технологий. Не жалеете, что ваш сын предпочитает автоспорт футболу? Он любит футбол, но еще больше он любит водить карты, любит гонки. Однако он очень неплохой футболист. Ну а теперь финалы. В первом, где разыгрываются 10 призовых мест и определяется расстановка второго заезда, с полпозиции стартует Сергей Сироткин. Рядом все лидеры серии WSK в классе KF3. Справа от Сергея француз Брандон Майзано, во втором ряду испанец Херард Барабейдж и итальянец Кевин Чеккон. Чуть дальше голландец Ник Деврис, итальянец Иньяцо Дагосто и британец Тейлор Маккензи. Эдвард Фроленков готовится к старту с 18 позиции, а за спиной у него расположился Даниил Квят. Сироткин неплохо принимает старт, захватывает лидерство, но Майзано висит у него на заднем бамбере. Растянуться Пелетону не удается, и на торможении в конце прямой начинаются приключения. Для Даниила Квята гонка на этом заканчивается, а Сироткин с первой позиции перемещается на седьмую. На старте много народу пинают сзади, и всегда получается остаться на хорошей траектории, и часто очень выносят с траектории, и, естественно, много народу проезжает. Разборки на этом не закончились, и уже через пару поворотов Сергей две позиции отыграл. Лидерство подходил и не от Садагоста, которого преследуют Кевин Чикон, Николай Мюллер-Матсон, Ник Деврис и Ааро Вайнио, а на Сироткина начинает давить Брандон Майзано. На втором круге француз дожимает нашего гонщика, но лидеры держатся довольно плотной группой, и можно поискать варианты для контратаки. Для этой трассы нужен хороший мотор, потому что очень длинная прямая, и на плохом моторе ты просто не сможешь нормально там быстро ехать. В этом сезоне самый быстрый на европейских трассах Брандон Майзано. Поспорить с ним в скорости не удается никому, и за кулисами больших гонок ходит немало разговоров о том, что дело тут не совсем чисто. Просочилась информация, что французы, выступающие с заводскими моторами ТМ, воспользовались пробелами в техническом регламенте и сконструировали хитрую муфту сцеплений. Эта довольно простая деталь после доработки обеспечивала более эффективную работу мотора и, как следствие, лучшие тяговые характеристики. Так это или нет, предстоит разобраться в конце сезона, а пока Майзано обходит соперников одного за другим, шаг за шагом подтягиваясь к лидеру гонки. Неплохо держится и Сироткин. Пропустив Майзано, он вслед за ним обошел заводского гонщика Тони Карта Мюллер Матсена и продолжает заезд пятым. Другой россиянин, представленный в этом заезде, Эдвард Фроленков, избежал стартовых завалов, но не смог заметно улучшить свое положение в пелетоне. Гонку Фроленков закончит пятнадцатым, совсем немного не дотянувшись до призовых очков. А в группе лидеров тем временем происходят перемены. Майзано уже вышел в лидеры, сместив с первой позиции иньяца до ГОСТов. Ник Деврис обошел Кевина Чекона, к которому подтягивается Сергей Сироткин. Можно побороться с итальянцем, явно уступающим нашему гонщику в скорости на круге. Лучше использовать малую-маленькую звезду, потому что хороший пилот в поворотах старается ехать плавно, чтобы машина не проседала, а напрямую маленькая звезда ему дает преимущество. В конце концов проседает Кевин Чекон. За два с половиной круга до финиша Сироткин ловит его на неточности и выходит вперед. Чекон не складывает оружие, и Сироткин снова пятый. До финиша всего один поворот, и тут уже россиянин использует свой шанс и финиширует четвертым. В картинге все происходит быстро. На трассе еще звучит гимн в честь победителя этапа в классе КФ2 британца Джеймса Торпа, а на стартовом поле уже выстроились для решающей схватки гонщики класса КФ3. Сергей Сироткин начинает финальный заезд четвертым. Эдвард Фроленков пятнадцатый, Даниил Квят тридцать четвертый. После завала на старте первого заезда ему пришлось поменять раму своего карта. На старте Сироткин четко закрывает внутреннюю траекторию, но за спиной у него агрессивный Карлос Сайнц, и Сергей вновь сдает две позиции. Но опыт первого финала уже учтен. Одно место отыграно еще до конца первого круга. Благо соперник знакомый, Кевин Чеккон. Затем в борьбе допускают ошибку Дагоста, и Сергей уже четвертый. И тут же, не теряя темпа, российский гонщик выходит на третью позицию. Переигран заводской гонщик Комера Антонио Джованадзе. Впереди теперь только два лидера серии WSK. Брандон Майзано, он лидирует, и Ник Деврис. На погоню за маленьким быстрым Деврисом ушло полгонки. Шустрый голландец буквально не вылезает из карты, серьезно готовя себя к профессиональной гоночной карьере. Говорят, он даже в школу не ходит. Нагнать Девриса россиянину удалось лишь под занавес гонки. Ну, мне так кажется, что он под конец начал уставать. И в первом стартовом повороте там много ям. И если слабо держишь руль, то руль будет как бы выскакиваться из рук. И мне так кажется, что у Деврис просто не хватало сил его держать. Ник Деврис действительно устал и сдал вторую позицию практически без сопротивления. Это произошло на последнем круге, и на погоню за Майзано времени уже не было. Сергей Сироткин пересек линию финиша вторым. Такие сцены мы пока наблюдаем нечасто. Российский гонщик на подиуме одной из наиболее престижных гоночных серий Европы. Но, как говорится, лиха беда начала. Результат вашего гонщика очень важен для картинга в России. И для нашей команды, конечно, тоже. Сергей провел этот этап на отлично. Насколько я знаю, это первая его гонка на столь высоком уровне. Теперь я уверен, что он будет хорошо выступать и в будущем. И на этой радостной ноте о картинге на сегодня все. Удачи тебе в поворотах, Сергей Сироткин. Редактор субтитров А.Семкин